доброго времени суток друзья здравствуйте гости подписчики моего канала сегодня видео будет ответ на вопрос после того как я выложил силикон у меня было там несколько вопросов в частности звучали не так расскажите пожалуйста о своих спиннингах ну и был еще один вопрос тоже как бы но не знаю мне мне интересно это будет или нет короче первая часть вопроса будет звучать ну как бы расскажу о тех палочках которые у меня есть а вторая если видео не будет там 100 километров но всяком случае постараюсь до чтобы такого не случилось вкратце так пробегусь то был тоже такой вопрос звучало расскажите когда вы первый раз пошли на рыбалку какой ваш путь кто вас подсадил и так далее и тому подобное попробую совместить если не будет получаться разобью на два видео но тут уже извините как будет так будет в общем после того как мне прозвучал вопрос я никогда их не считал сколько у меня этих спиннингов и я попытался достать где-то еще один есть точно не могу сказать уже не помню как он там называется это такая троллинговая модель для серьезных этих самых цацок в общем короче говоря у одного нет а так вот стоит вот сейчас передо мной в частности вы видите 11 штук 11 спиннингов начнем наверно так вот с ультралайтовых ультралайте чистом ультралайте в котором вот сейчас я его понимаю как ультралайт не такой как у я думал что он был там к примеру 10 лет назад когда палка до 10 грамм ну или там до 7 считалось ультралайтом у меня этих палочек две это вот дипломат-барон от або арсии вот до двух с половиной грамм если мне не изменяет память и азурка оливия вот это даже не помню тоже наверное до скольки грамм потому что это вот относительно недавно появилась эта палочка вот это вася подогнал правда ей будет ловить нужно скорее всего вот ну или сын с невесткой там разберемся сейчас я просто не помню до скольки он грамм сейчас скажу вам от полутора дыхает 05 три с половиной вот оливия до трех с половиной вот оборончик до двух с половиной грамм вот это основные палочки скажем так для арины ловли или ловли действительно вот на хул ну как говорят экстра ультралайт вот это у меня две такие оборончик у меня уже обкатаны хорошо то есть это вот палочка которую я ну скажем так не то чтобы не сразу понял я ее не сразу полюбил вот видите она уже немножко даже цвет другой вот она у меня появилась относительно недавно прошлым летом и и покаталась со мной по форелевым платникам вот по речечкам в общем палочка очень зачетная вот вот эта палка как ультралайтовый инструмент очень хороша это тоже очень неплохо вот азурочка да в общем но только ценник у них разная одна как бы бюджетная другая менее бюджетная но это как бы не умаляет не не достоинства не недостатки ни одной не другой вот если мне нужно будет работать с очень легкими блесенками или с очень легкими весами там джиголовками ну это не для воблеров конечно хотя некоторые воблера но все как бы с ними все в порядке то вот эти вот две палочки это вот повторюсь оливия от азуры вернее азура оливия и область я дипломат барон к разряду ультралайтовых я тоже могу отнести свою палочку которая сто лет в обед это мхх 871 2 вот это я собирал эту палочку давненько очень 222 по моему в длине она у меня тестом по моему или от 0 пи так 7 и 3 длина вот 2 6 либра в 1 3 2 3 16 до 5 грамм это чистокровный американец одна из любимейших моих палок с которой я не хочу не расставаться это такой универсальный переходник я бы так сказал вот если мне надо будет скажем так ну джиговать если допустим джиговать от 2 до 7 там плюс приманочка или скажем так до до 8 до 9 грамм можно вот этой палкой работать если колеблом то можно конечно ну не резкий заброс стоит десяточку бросить вот но опять повторюсь не это очень палка хорошая повторюсь собирал ее даже не припомню сколько лет назад вот но мне очень нравится она очень достойно выдерживать сумасшедшие нагрузки вру есть еще один спиннинг он сейчас виталий у об этом потом в общем вот сейчас дома у меня 12 штук про 11 из которых рассказывают вот этот mx ну по универсальности наверное самый лучший то есть если вам нужно допустим легенькое колебло то с ним я всегда ловлю этот самый головля это всегда с ним с ним я могу ловить щуку на малой реке с ним я могу микроджижить с ним я могу ловить окуня то есть эта палка с ним я ловлю форель то есть вот если надо допустим привести новичка на форелевый водоем к примеру да и дать ему палку учитывая ну все его ну скажем так пока не опытные движения то это вот эта палка это будет для него то есть он выдерживал очень крупную рыбу очень если так до кучи сложить сколько он переловил форели форели крупные то это будет весьма существенно очень хорошая палочка жалко что их не продают хотя почему жалко кто хочет тот соберет вот такой вот у меня есть этот самый у меня по моему обзорчик на него есть кому интересно будет вообще про палочки я поставлю сюда подсказочку плейлистом обзоры вот это вот до 5 грамм ну реально она как бы немножко мощнее потом значит у меня есть тоже очень любимая мной палка которых сто лет в обед как с последней рыбалки приехал бомбарда как висела вот так она и висит только крючок поводком отгрыз откусил и все это палочка графит лидер кальзанты но это кальзанты очень старая это рв если кто знает у вот у нее фирменная ручка была совсем другая она не разнесенка тут вот отошло это я тоже переделал когда-то значит она по моему 245 792 в длине она от 0 6 до 10 грамм вот вот такая вот интересная она по моему 80 грамм весит если мне не изменяет память 245 в длине по факту очень мне нравится палочка она совершенно другая не такая вот кальзанты какой час вот есть и x x это такая чисто джиговые там нутрич с воблерками такой жесткий больше похожий на финеску вот это вот тоже у меня есть обзорчик посмотрите если вам интересно обалденный инструмент меня сто раз его предлагали купить я его до сих пор не продаю и продавать не собираюсь повторюсь головы вот если допустим вот видели мы видео на перекате были вот я был с ней то есть не скажу что ей можно твичить потому что кончик у нее мягкий но относительно не очень дискомфортно и можно по твич эти воблер очки такие если не упористые то сантиметров до 8 10 ну то есть до соточки можно можно изобразить жалкое подобие бы так сказал твич с меньшими воблерками можно протвичить хотя она проваливается хорошо но скажем так проводку анимацию сделать можно очень хорошая палка просто люблю ее судака можно ловить хотя она мягкая но при джиге допустим на дропшоте это вообще не ощущается сколько она окуня переловила так это мама дорогая то есть вот как правило если мы едем вот есть у меня видео неоднократно мы едем вот чисто на окуня да то есть окуни больше ничего ставлю дропшот там несколько крючков для того чтобы понять на каком горизонте стоит окунечек вот эта палка едем на малую реку и я не знаю что я буду ловить то есть может вот здесь вот на этом перекате мы будем ловить головля тут же переедем там 20-30 минут будем ловить щуку и обязательно возьму эту палку то есть чтобы не таскать с собой две или несколько там палок вот это вот очень хороша не знаю сколько она у меня лет желание продать у меня нет до сих пор до сих пор и судак на него был ловлю ну что только на нее не ловилась кстати в испании на ней ловил баса на нее притом бас такой ну в моем понимании это это уже бас вот это басятина да не басота а басятина вот не знаю может ближайшее время тоже на кое-чего ну о планах потом в общем палочка весьма достойная вот по применению значит что у меня идет дальше вот у меня есть еще вот такое вот цурибита да это попала ко мне случайно я ее не покупал это мне подарили эту палку она была немножко поломанная у меня есть видео как как я ее это самое ремонтировал вот вот так она выглядит ну не знаю вот здесь было место слома этой палки человек нею прислал абсолютно безвозмездно то есть даром 5-21 грамм семерочка то есть 210 да то есть очень интересная палочка это была первая палка в жизни на сегодняшний день последняя когда я взял палку циребита в руку то есть очень ингенер интересный инструмент но я не знаю 20 с лишним грамм я бы на нее не ставил грамму так вот до 15 комфортно 10 плюс приманка очень неплохо очень неплохо неплохо протвичивает воблер очки то есть вот тоже как бы если вот допустим кальзанта да если мне надо будет бросить один грамм плюс приманочка или там полтора два грамма я миду ушастик да вот то вот этой при тонкой плетне я заброшу очень далеко это очень хороший инструмент по забросу от очень маленького вот мне написано 05 за 05 я не буду отвечать но за один грамм я отвечу если вот вот эту палочку взял она конечно как бы ну сразу чувствуется что она немножко мощнее хотя вот смотрите если сравнить комель козы ну или козочки как я кальзанта называю то кальзанта сразу видно невооруженным глазом она конечно по мощей мощей мощнее комели вот но если взять верхнюю часть то невооруженным глазом видно что цуребита она как бы помощнее по верху тоже честно говоря не ожидал интересная палка пока обзора на нее у меня нет поскольку я очень не часто беру ее в руки постараюсь в этом году я конечно ее получу по это самое понятие тогда но если это будет интересно кому то потому что палка же не первый день на рынке все хотят знать что-то о новинках они чем-то то есть вот как бы недалеком нет неправильно выразился если вам не нужен очень далекий заброс дальний да то можно с берега половить можно на малой реке интересный инструмент вот виос да называется не ожидал конечно от цуребита первый раз в жизни она у меня такая вот руках была спасибо человеку который мне ее подарил отремонтировал очень интересный инструмент значит вот приблизительно правда чуть меньше тест но про него пока ничего не могу рассказать совершенно новая палка в моей в моем ассортименте или скажем так в моем арсенале это зам x ultimate 2 10 5 18 грамм вот эту палочку конкретно я взял прошлом году уже в конце пока с ней ничего не делал ну смысле на воде она не была видите вот совершенно новая абсолютно новая палка вот вот так вот выглядит попробую попробую в этом году ее покатать на малой реке посмотреть как она будет работать по щучке по ну скажем так по большим и не очень большим колебалкам и средним воблерам вот специально не знаю приобреталась она вот именно для вот этих целей именно для малой реки на воду как бы на большую навряд ли я чтоб с ней пошел хотя чем черт не шутит но это вот как бы длина не моя 2 10 я имею ввиду для большой воды да а вот именно для малой реки где тут от камыша до камыша ерунда это вот вариант как бы под вот это дело пока еще повторюсь не каталась поэтому она так она у меня есть вернее появилась но не но не 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 так визорчик у по есть еще одна палочка господи то я вспомнил у меня три палки фаворита это визор это не убриз и голубая птичка травил версия сейчас ну не знаю она еще запакована я просто давал человеку и и но у меня есть на нее обзор не буду показывать короче он летел на кипр попросил я ему да вот визорчик 702 длина если мне не изменять память до 28 грамм вот присылали мне на тест такую палочку и честно говоря мне это настолько понравилось что у меня тоже появилась такая палочка на сейчас вам точно скажу такие данные и и значит 728 тест 10-20 либров по леске 702 длина короче палка очень достойно повела себя на твиче притом твиче буратино правда крупных буратино не твичил потому что я и твичил на малой реке очень хорошо по колебалкам по забросу по всем этим самым джиговали мы вот если вы видели видео мы с никитой даже ездили ну как бы на большую воду с этой палочкой тоже в общем но не с этой конкретно этой но с этой моделью да то есть палка весьма достойно я посчитал что мне не помешает такая на сценарий вот она у меня есть вообще как бы ладно про фаворит не буду рассказывать у меня было к нему неправильное отношение вот еще одна палочка это уже больше это фаворит не обриз 230 длиной 76 732 тестом 10-16 либров это вот как лодочный вариант одна из основных моих палок посмотрите уже ручка покоца но не покоца на заезженная хотя и как силам обработал то есть в голландии щуку в швеции судак щука окунь здесь судак карась короб чего она только не видела вот эта палка мне вот как бы часто спрашивают там вот в таких пределах палочку посоветуйте в таких я говорю фаворит не обриз ну вот в этом ценовом сегменте не сразу вот говорят они много ломаются я я не знаю кто там чего говорит посмотрите на мою палку вот она не первый год и посмотрите на моё видео что я с ней творил с какими щуками с какими рыбами и так далее не знаю очень доволен этим инструментом когда его впервые взял в руки просто так там на полчасика побросать и где было мы с павлом гиричем и евгением макагоном были на базе жемчужина ну мне внешний вид так сразу не глянулся и так ее в руках подержал ой но она стоила тогда то ли 150 американских рублей не помню как только курс изменился и она стала стоить гораздо меньше она сразу появилась у меня очень легкий хороший по чувствительности звонский инструмент единственное что ломанул я вот тут чуть-чуть кончика ломанул по собственной дурости ловили карася карась был хороший такой грамм 600 700 до килограмма нагружку петелечка на анти захлестный тюльпан уже темно быстрее вот уже надо домой потому что клев смык за заплетню думал что уже без дынь кончик я даже кончик не снимал вот так вот и доловил можно было конечно склеить но я посчитал хрен с ним времени нет в общем так очень достойная палка очень люблю почти все время с ней на рыбалке значит едем дальше наверно вот так это вот недавно вернулась ко мне это была моя палочка когда-то потом она поехала кстати очень хороший кофр вот этот вот от ультимейта да я не знаю сейчас выпускают zemex и это 2 24 21 рамка очень видите какой жесткий внутри все это пристегнута на липучках короче я обалдею от этого все тоже липучки то есть палочку покажу значит это первое мое знакомство с инструментом под названием херти рай сталкер это сталкер который был у меня в тесте 8 38 я его переделывал три или четыре раза если у меня на него обзор вот если вам нужна палка которые вы будете управлять они рыба вот эта палка для вас если вам нужна инструмент именно для твича там рудры балисона вот это она уехала на в киев была в киеве наверно больше года вот вася гораевский васенька привет тебе большой активе и перебрал я даже не взвешивал сколько она у него получилось я вам скажу этот инструмент 111 111 грамм получилась палка это даже легче чем первоначальном она у меня была со скелетники собрана 113 грамм короче говоря вот с этой палкой я узнал что такое правильный твич больших буратин когда я начал твичить балисона а он у меня вот так на метр в сторону возвращался назад и был удар я думаю поклевка и подсекал то есть очень интересная палка помощи почему как бы я ну я ее не покупал я купил бланки собрал себе сам я увидел на ю тубе видео когда мужик по моему 37 килограмм лобатого зацепил либо за хребет либо за задницу за за хвост и шо она творил с вот этой пал я ли только увидела сразу сказал я хочу эту палку значит она была не в таком виде и перебирал сам вася вася гораевский вот в таком виде каком она сейчас я уже ей ловил на мой взгляд по удобству вот по удобству да по комфорту держания она получилась очень хорошая лучше во всяком случае чем она была у меня единственное что конечно я хук киперы не люблю они мне не нужны в общем короче вася мне назад прислал мою палку которая как бы которая он ловил которую перебрал перебрал очень толково мне понравилось он добавил сюда одно колечко она стала убрал из задницы я тут добавлял 10 сантиметров в общем короче он ее переделал и в таком виде каком она сейчас она мне нравится больше чем том виде в котором она была у меня очень зачетный инструмент скажем так ну вот по моему 56 плюс приманка то есть да два 28 граммовых ушастика я цеплял паровозом плюс силикон ну за 60 грамм точно 838 это это для нее так плюс еще какой интересный вот ее если на потрях она вот как как пруд железный она вообще не гнется но когда вы ловите щучку полкило и палочка оживает это очень хороший инструмент мне очень нравится и скажем так вот ну если вася мне ее назад не прислал а вот я бы наверное все таки изощрился и как-нибудь себе еще что-нибудь подобное либо купил либо собрал не знаю потому что вот хартики они как-то обособленно стоят но во всяком случае на мое личное мнение есть у меня еще один херти райс а было их 3 был у меня 4 16 вот это или 6 24 или 8 но не помню нет 6 все таки 24 вот у меня тут даже этого декола нет вот этот 8 38 вот это средний но это в длине в 245 это совершенно другое тоже я его собрал так быренько на скорую руку думаю то ладно половлю если что там ну как бы там длина ручки или чего-то не устроит то я переберу эту палочку и вы знаете вот уже я не знаю сколько года три наверно может 4 я не замечал когда ее собрал но это надо по видео посмотреть когда мне появилась я я сделал на него по моему обзор после нескольких рыбалок или после года рыбы не помню ну короче говоря палка мне очень нравится значит 24 это ни о чем хотя сказать что вот они похожи хотя вот они с одной серии я не могу вот разница в длине и уже палка совсем другая хотя нас из этой же линейки из херти райс сталкер не знаю говорил или нет это одна модель ну как бы модельный ряд у херти когда сталкер другими херти райсами я не ловил потому что они в украине ну или надо искать или они вообще не продаются мало того бланки сюда не высылаются и не высылались никогда это мне с москвы присылали но не в этом суть том что вот инструмент который вот ну если вам моща нужна это сюда то есть если вы знаете что вы будете там вот так вот щупу из подлодки выдирать или там какая-то более крупная рыба то не вопрос вот эти два инструмента это супер пупер ну и подходим к последнему вот она она даже зачехленная потому что крайне редко ловлю этой палочкой крайне редко потому что это береговик ну это так скажу так это дайва маритан бронзина 95 мл то есть девять с половиной футов 528 616 лб значит эта палка откровенный такой дальнобой по забросу конечно это просто огонь бросает так что иной раз не хватает на шпуле там нужен бэкинг вот он вот очень хорошо бросает по тестовочке своей вот на ней написано вот 28 вот она 28 и есть бросал ей больше но стрёмно стрёмно вот учитывая ее длину где девять с половиной футов она конечно ну как бы стремновато было бы она короче может быть она вытянула и больше но тут вот смотрите если вам нужна палка ну как бы как если нужно если если у вас конечно есть бабло на такую палку потому что это весьма не дешевый инструмент вот если вам нужна палочка которой можно бросить бомбарду далеко и легкую приманочку или допустим те же вот там 25 грамм плюс приманочка надо пульнуть хрен знает куда то вот это вот инструмент у меня нет на нее обзора не с рыбалки не после рыбалки вот она у меня уже третий год наверное или второй не третий помогешь не помню позапрошлом году позапрошлом году я ее привез из германии я и попробовал половить в голландии небольшой промежуток времени вот и потом привез ее в украину несколько раз я и ловил а в испании ей ловил тоже да кстати говоря но там столько зацепов что я быстренько смотал и больше потом не брал в общем не знаю может я половлю еще какое-то время потом сниму на нее обзор потому что мне вот вопросы задавали вот по по маритану да вот честно говоря как вот про любую из этих палок ну кроме вновь появившихся я могу рассказывать долго про вот эту не знаю пока я долго рассказывать не могу не могу хотя есть у меня желание и было желание ну как бы взять в одну поездку но зараза ее длина самолет это это дополнительные деньги которые ну как бы не хочется тратить но обязательно я попробую попробую как-нибудь покажу вам на рыбалке как она себя ведет но обещаю обещаю что я попробую это сделать есть еще вот ладно возьму возьму в руки вот она прилетела обратно вернулась ко мне прилетела из киева это 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 надеюсь что в ближайшее время никому и не буду отсылать а может буду вот в конце концов помочь человеку не жалко вот это то про которое в этого с компа это тот агрегат который стоит очень недорого очень недорого но очень спасает много денежек если вам надо полететь в самолете вы не хотите тратиться на багаж на отдельное это дело то есть я просто в чемодан положил она влазит чемодан вот в таком чехольчике две вершинки рокфишевая solid и это самое и тубулярчик для своих денег в этом диапазоне в travel версии я других спиннингов не знаю которые бы были с ней сопоставимы есть хорошие японские извините на там ценник 600 американских рублей вот это вот за свои бабло бабосики на там две с чем-то стоило я не помню там ну гораздо меньше 100 долларов мы или около того там нет ни две дни не 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 100 долларов 80 но какая разница один перелет и вам надо минимум полтинник оплачивать как бы не габарит то есть она своих денег стоит она выручает не знаю вот смотрю на время вы знаете наверное вам расскажу в следующий раз про то как я пришел к рыбалке какие у меня были первые рыбалки я еще по моему в школу не ходил это был 60 какой-то год одна тысяча девятьсот шестьдесят динозавр птеродактиль в общем это было давно не знаю если вам будет интересно напишите я сниму отдельное видео и расскажу пока не знаю снять смогу смогу только то как я на фореле потому как камера моя по-прежнему в киеве сегодня мне пришли неприятное известие человек который но мог ее это самое отремонтировать но не мог а брался он сказал все я ее ремонтировать не буду несите ее в сервис я не могу найти документы покупалась она в америке соединенных штатах в общем короче пока у меня по камере печалька 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 вот такая вот картина не знаю как быть вот на рыбалочке были с олегом карасика достойного весьма поймали вот если кому интересно у меня видео там пожарки карася есть на моем втором канале вкусные рецепты приглашаю приходите если вам интересно конечно не знаю интересно либо вам это видео но всяком случае большое вам спасибо если вы досмотрели до конца если черкнете мне в комментах пару приятных слов я буду вам весьма благодарен спасибо за внимание подписывайтесь на канал до новых встреч